Помолимся. Доброе здоровье. Господи, благослови предстоящие занятия. Не дай нам уклониться ни на право, ни на дело от истинного понимания Божественной слов. Прибудь с нами и все эти благодатные. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец и Святой Дух. Аминь. Вначале что-то не заладилось со связью, вылетают больше двух. Сейчас вроде слабо двух. Итак, продолжаем послание к римлянам Святого Апостола Павла. Первая глава, 28 стих. Так, ну, напомню, что было на прошлом занятии, говоря об язычниках, которых Бог предал постыдным страстям. И вот дальше о них апостол Павел пишет римлянам. И как они, то есть язычники, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, толкованием. Вот и в третий раз повторяет ту же мысль и употребляет то же слово, говоря, предал. Причиной того, что они оставлены Богом, везде поставляет нечестие людей, как и теперь поступает. И как они не заботились иметь Бога в разуме, кто предал их страсти. Оскорбление, говорит, причиненное имя Богу, было не грехом неведения, но намеренным. Ибо не сказал, поскольку они не познали. Но, говорит, как они не заботились. То есть решили не иметь Бога в разуме и добровольно избрали нечесть. Значит, грехи их, суть грехи, не плоти, как утверждают некоторые юридики, но неправильных суждений. Сначала они отвергли познание Бога, а потом уже Бог попустил им вдаться в превратный уйм. Чтобы лучше истолковать выражение «предал их Бог», некоторые из отцов воспользовались прекрасным примером. Они рассуждают, когда кто-нибудь, не желая видеть солнце, закрывает глаза и потом падет в яму, мы говорим, что не солнце, которого он не видит, вергло его в яму. Что человек упал в яму не от того, будто солнце вергло его туда в сердцах, но от того, что оно не осветило его глаз. А почему оно не осветило его глаз? Потому что он закрыл глаза. Так и Бог предал их постыдным страстям. Почему? Потому что люди не познали его. А почему не познали его? Потому что не рассудили и не решили познать его. Ну что здесь добавить? То есть, ну иными словами, не Бог виноват в том, что язычники сделались вот такими преданными гнусным страстям. Не Бог, это как бы вот в сердцах. То есть, не солнце виноват, что человек, не желающий видеть солнце, упал в яму. Человек сам виноват. То есть, если бы он с открытыми глазами шел, увидел бы яму. Если бы язычники позаботились иметь Бога в разуме, они бы и не предались таким постыдным страстям. Сами в себе им наказание. Делая сраны мужчинам. Вот, ну, продолжаем дальше. 29-й, 31-й стихи. Так что они исполнены всякой неправды. Вот эти язычники, которые не хотели познать Бога. Всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы. Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Толкование. Заметь, как усиливает речь, называет их исполненными и при том всякой неправды, то есть достигшими крайней степени всякого порока. Потом исчисляет и виды порока. Блуда. Именем блуда обозначает всякую нечистоту вообще. Лукавство. Это коварство против ближнего. Корыстолюбие. Это вожделение имений. Злобы. Злопамятство. Исполнены в зависти и убийства. Убийство всегда происходит от зависти. Авель убит по зависти. И Иосифа хотели убить по зависти же. Далее. Распредель, обман. От зависти происходит распредель, обман на погибель тому, кому завидуют. Злонравие. Сюда. Глубоко скрытое злобо. Забытое по какой-то доброте. Злоречивые. Это тайные наушники. Клеветики. Это явные поносители. Лариса Синько, включите микрофон. Богоненавистники. Лариса Синько, слушайте меня. Ненавидящие Бога и ненавидимые Богом. Это богоненавистники. То есть двоякое толкование. Либо они Бога ненавидят, либо Бог ненавидит их. Далее. Обидчики, самохвалы, горды. Восходит к вердыню зол. Ибо если гордящийся добрым делом губит его гордостью, то во сколько более губит он его, когда делает зло? Такой человек не способен раскаяться. Знай же, что величавость есть презрение Бога, а гордость презрение людей, от которого рождается оскорбление. Ибо презирающий людей оскорбляет и попирает всех. Гордость по природе предшествует оскорблению, но нам сначала становится явным оскорбление, а потом уже делается известную мать его гордость. Далее цитата идёт. Изобретательный на зло. Это ибо недовольствовались сделанным прежде злом. Оттуда опять, откуда опять видно, что грешили не по увлечению, но намеренно и по собственному расположению. Раз изобретательным, то есть изобретают постоянно, а не один раз. Дальше. Непослушны родителям. И против самой природы, говорит, восстали. Безрассудны. И справедливо. Ибо могли ли понять что-нибудь те, которые не слушались родителей. Далее. Вероломны, немилостивы. Корень всех зол есть самое охлаждение любви. Ибо отсюда происходит, что один с другим не мирится, один другого не любит, один другого не милует. Об этом и Христос сказал. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Матфея 24, 12. Сама природа соединяет нас друг с другом, как и прочих животных. Но люди не поняли этого. Желающие сказать и спросить, пожалуйста, вам слово. Не более двух минут. Никто не желает? Всегда, Тихон, желаете что-то сказать? Да, ну тогда не в две минуты. Если меня вызываете, то значит у меня более обширный материал. Любое дело, которое переносится во временной форме с тех времен на наше, это называется экстраполяция. Но я не пользуюсь этими словами, чтобы не запутать. И вот рассказывает. Один японский проповедник говорит, качество Христа, какой он милосердный, как прощает врагов. И тогда один первый раз пришел, соскочил и говорит, а я его знаю. Он у нас живет прям по соседству. Он увидел Христа. Там живет христианин, он в нем увидел. И вот когда мы слышим эти качества, какие перечисляются, мы должны подумать, а где более всего это сегодня проявляется? Где? Вот евреи, какие бы они ни были, но вот есть такой фильм, Никита Михалкова 12. Вот зарядите, посмотрите, 12. И там еврей еврею говорит. Да, конечно, мы имеем недостатки, но у нас есть положительное качество, мы умеем задумываться. И вот евреи задумались, вот есть, существует лицемерие, а сколько в мире? Весь мир это 10 частей. Если говорить 10 частей, то 9 из них в Иерусалиме. Это они тогда говорили еще, тогда, в свое время. Вот я когда слышу вот эти вот качества, какие перечисляют, это как будто слепок с православных. И особенность миссионерских отделов, кого они называют, мстительные, придумывают. То есть, такие дела делают, которые нормальный человек не делает. Вместе записывали ролики, все. Но вот он изменил мнение, теперь гоняется, взламывает, лезет, еще называется священником. Вот какое дело. Если мы понимаем, что это так, ты знаешь, о чем молиться, где топор утонул. Почему, когда Елисею сказали, господин, был взят топор на подержание, и мы его уронили в воду, в Иордань. Он говорит, где? Вот слово где? И он туда бросил дерево, и топор воткнулся в него, и он всплыл. Где? И мы говорим, где искусственно создал сатана вот эти отделы, которые ничего не понимают. Там труд Духа Святого, а тут сатана сделает свой отдел. Мстительность. Вот сейчас взяли Задворкина, это у них главенствующий, главный гуру. Главный гуру с самым отрицательным смыслом. И показывает, прокуратура занялась, и прокуратура доказала, что он врет на каждом шагу. Притом показывает в интернете, исследует прокуратура пяти, шести, семи областей Российской Федерации. И ничего этого нету, что он говорит-то. На него сейчас вот вышло 16 роликов одновременно, и за рубежа, там, доктора какие. И от него вот эти отростки ядовитые везде растут. А что делать? Выжигать Бог будет. Выжигать дотла. И кто рядом попадет туда, то я уважаю Дворкина. Значит, ты такой же бесогон, если ты уважаешь. Я его первый раз только услышал и понял. Великое зло пришло на российскую землю. Он разрушает православие, он Бога не знает. Он совершенно неверующий масон какой-то, видимо. И вот когда прочитаешь вот это, и сразу подумаешь, вот оно где зло. Девять десятых всего злодейства здесь именно, о чем я сказал. Отошел. Да. Ну а корень этого зла, что не позаботились иметь Бога в разуме. То есть неверующие люди взяли за дело. Миссионерские-то отделы должны обучать людей. А когда сами не научены, не кем-то. Чему они могут научить-то? Сергей, тут научение не на первом месте. Везде научение имеет главную цель. А в миссионерстве на первом месте общение с Духом Святым. Здесь труд Духа Святого полностью. Ты не знаешь, что сказать, как сказать, с каким человеком. А он стандартно. Ему показали вот так. Если икон нет, то еретик. Но он сначала назвал еретиком. А потом под это подгоняет, как про нас. А Божью Матерь не признают. Ну сказали, еретики не признают ее, как ходатайцы. Ну он пришел, у нас есть иконы. А это ради вот такого-то поставили. Дальше ему надо городить и городить, потому что у него ложная установка. Еретик узнается потому, что он противоречит священному писанию в основных догматах. И нет у них священства. И он говорит, исповедь причащается. Они не знают, в чем исповедуется. В этом-то исповеди нет. Что они злословят. Что они живут не по Евангелию. Они не знают. Они не только бесплодны. Они отравляют все вокруг. И вот его не было 20 с лишним лет. Его не могут с места сдвинуть. Почему? Очень мощное какое-то лобби американское. Там человек с двойным гражданством. Сначала школу поехал в Израиль и проверил. Где самые большие враги против Христа распинатели. Потом в Америке. А потом сюда заслали его. Они как слепые. Если в Духе Святом они с первого дня бы поняли это зло. Его называют там, не знаю, сиктофоб, боятся там. И прочее, и прочее. Там такие имена страшные. Он разрушает государство. И его не видят. Почему? Они ослеплены духом лжи. Дух лживый вошел в уста священников. Архиерепи. Они ничего не видят и не понимают. Это написано у пророка Михея. Он один видел только, как дух злой вошел в уста этих лжепророков. И когда говоришь, они еще лопаются от злости. А я говорю им с добра, что остановитесь на путях ваших. Где путь древний? Путь древний – это смирение. Это знание Слова Божия. Это у ног Христа надо сидеть учиться. Не в семинарии, в академии. Отошел. Ну вот попутно сказать, я когда вот готовился сегодня к занятию, у меня вот когда говорится, что люди не позаботились иметь Бога в разуме, сразу вот всплывают две женщины. Я их подвозил недавно в платочках, в лица такие прям. Я не удержался, спросил. Говорю, мы, наверное, верующие. Говорю, редко встретят женщин. Да, верующие, мы старообрядки. Ну, разговаривались о беспоповцах. Мы, говорит, беспоповцы. Я говорю, а почему вы беспоповцы-то? А всех священников сожгли, вот Никон их сжег всех. И Никон их сжег. Никто не остался. Откуда такая информация, что всех сожгли-то? И вот они свято в это верят. И они свято верят, что это истина. Что вот раз всех сожгли, все. Да раз, я говорю, Бог мог такое допустить, что всех сожгли-то. Написано, я с вами во все дни до скончания века. Одних поста, учителями, других апостолами. Как могли всех женщин, как же вы могли такому поверить? И женщина их исповедует сейчас. И ни одного мужчины у них нет, который бы их исповедовал. Вот это вот, как это назвать, ересь, заблуждение, что люди не верят в то, что в священство необходимое. Сергей Павлович, один ответ, нет связи с Богом. Вот мне узнает, который там священник подходит, прости меня, Христа Роди, я не знал, я так противоговорил. Я говорю, ладно, ты не знал, но Бог-то знал. И почему ты это делал-то? Ну, я отойду. Все. Дух-то святой, почему тебе не подсказал, значит, не было связи? Отошел. Хорошо. Говори. Так. Продолжаем. Добрый. Ну, занятия идут у нас, я отошел. Давай, говори. Тридцать второй стих. Они знают праведный суд Божий, то есть язычники вот эти. Но делающие такие дела достойны... А, простите. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако, не только их делают, но и делающих одобряют. Толкование. Доказав, что язычники исполнились всякого порока от того, что не захотели познать Бога, теперь доказывает, что они не заслуживают извинения. Они не могут сказать, мы не знали добра, ибо знали, что Бог правосуден. Значит, они делают зло добровольно, или что еще хуже, одобряют делающих оное. То есть, покровительствуют злу, какова болезнь в ней исцелима. Вопросы? Нет вопросов. Идем дальше. Римлянам 2.1. Итак. Не изведите ленты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь тоже. Толкование. Все мы люди не одинакового настроения. Иногда покровительствуем злу, иногда бываем судьями чужих зол. Осуждаем подобных себе. И так, сказав прежде о тех, которые одобряли злых, теперь ведет речь об осуждении и говорит. Итак. Не извините ленты. То есть, ты знал, что правосудие Божие состоит в том, чтобы достойно наказывать злых. Поэтому и не имеешь извинения ты, осуждающий, делающий то же, что и ты делаешь. Кажется, что эти слова относятся к правителям, особенно же к римлянам, как к тогдашним властителям вселенной. Ибо судить есть дело правителей. Впрочем, это приличествует и всякому человеку. Ибо всякий человек может судить, хотя бы и не было у него судейской должности. И так, когда осуждаешь, говорит прелюбодея, а сам прелюбодействуешь, то осуждаешь самого себя. Ну, мы уже раньше обсуждали обсуждение, осуждение и обличение. Вот. Если кто до сих пор еще не разобрался, ну, пожалуйста, задавайте вопросы. Ну, тут основную причину, акцент на что нужно сделать. Некоторые, когда людей обречаешь, они говорят, ну, не судите, написано, не судите. То есть, не лезьте ко мне, что-то пришло раньше времени мучить меня. Так вот еще люди, бесноватые говорят, когда Христа увидели, в которых был бес. Тоже, как бы, священным местом прикрывается. Ну, а здесь явно говорится, и так, когда ты осуждаешь прелюбодея, а сам прелюбодействуешь, что осуждаешь самого себя. А если ты не прелюбодея или раскаялся в этом, ты не имеешь право, или, там, пьянство, воровство, любой грех, это уже идет обличение. То есть, это твоя святая обязанность. Не осуждать нужно лишь в том случае, пока ты сам еще в этом грехе. Пока ты сам в этом грехе живешь, воруешь, там, блудишь, куешь, тогда, конечно, ты не имеешь права осуждать. Не имеешь. А если избавился, ты не имеешь полное право. Мало того, это святая твоя обязанность. Других наставлять на путь истинный. Но начинать нужно, в первую очередь, с себя. Ну и по-хресу, подождите ваше время. Вот. Итак, а тогда апостол Павел писал к римлянам. Римляне они были правители. И вот они правители осудили вот этих вот... А куда? Рядом по-ресу. Прелюбодеев, может быть. А сами прелюбодействовали. И вот апостол Павел об этом вот ими пишет, что как же так? Вы других осуждаете. Помните, как в Евангелии привели женщину, взяты в прелюбодеянии и говорят Христу, вот, Моисей повелел побивать таких камнями. Ну, видимо, и у римлян, там, может быть, как-то вот к этим грехам относились в то время. Неблагословно. Это сегодня, в 21 веке, ну, бабник и бабник. Что это? Все так живут. А тогда это осуждалось. Да и сегодня развод сразу, как бы, не дает даже грех развода. Не сразу разводят. Дают время подумать, примириться даже. По телевидению вот эти вот всякие передачи. Там час сюда, да и как там называют. Вот. Вопросы есть по этому стиху? Дополнение. Ну, уже проходили, думаем дальше. Ждем и следим. Все понятно. Второй стих. Вторая глава послания к римлянам. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Толкование. Дабы кто не сказал о себе. Я доселе прелюбодействовал и избежал суда. Апостол, устрашая его, говорит, что у Бога не так. У нас одного наказывают, а другой, хотя тоже делает, избегает наказания. Но у Бога не так. Ибо суд Божий на дурных людей есть поистине. Ну, сегодня как? Попался вор, посадили, не попался, дальше продолжают воровать. А у Бога не так. Если он в этой жизни не попался, не наказан, в тюрьме не отсидел, то если он не раскается в воровстве, то на страшном суде Бог его осудит и подвернет вечным наказанием. Ну, а дальше, вот в 3-6 стихе уже будет говорить о покаянии. Итак, слушаем внимательно. Неужели, в 3-6 стихе, 2 глава предминок. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже? Вопрос. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Райхан, микрофончик выключите, пожалуйста, от вашего слова не будет мешать. Выше сказал, что... Выше сказал, что воздаяние дурным людям за заблуждение и почитание тварей заключается в тех самых несчастьях, которым они предавались, потому что самая нечистота была достаточным наказанием для них. Теперь открывает уже для них и наказание. Для тебя, говорит человек, есть и другое наказание. Ты не избежишь суда Божия. Как избежишь ты суда Божия, когда не избежал своего суда? Ибо в чем осудил ты другого? Он произнес приговор на самого себя. Если же ты полагаешься на долготерпение Божие, потому что еще не наказан, то эта ненаказанность служит к большему наказанию для тебя. Ибо долготерпение Божие спасительно для тех, кто пользуется им исправлению себя. А для тех, кто потребляет оно к умножению греха, оно служит большим поводом к наказанию. Не по природе своей, но кожесть, такосердию таковых. Собираешь, говорит, в себе гнев. Не Бог собирает тебе, но ты сам собираешь себе. Как это? Своим непреклонным и жестким к добру сердцем. Ибо что может быть жестче тебя, когда ты ни благостью не смягчаешься, ни страхом не преклоняешься? Так, простите, минуточку. Далее, сказав о дне гнистра, присовокупляет. Откровение праведного суда от Бога. И справедливо, дабы кто не почел суд действием гнева. Откровение, говорит, всего. Поэтому воздаяние сообразно тому, что открывается. А вследствие этого и суд праведный. Здесь, правда, не всегда одерживает вверх. Потому что дела скрываются. А там, за откровением, следует суть праведный. Заметь это место, слечив его со следующим. Ожесточу сердце фараона. Схот 4, 21. Ибо Павел изъясняется почти теми же словами. Ну, вот здесь, честно говоря, не совсем уловил связь. Обожесточу сердце фараона и вот о речи Павла. Потому что, знаете, тихо ничего сразу, так вот сходу, можете истолковать. До конца читай. Дальнейшее, как правило, проясняется. Без пояснения. Ну, что тогда, седьмой стих. Тогда, седьмой стих. Тем, которых постоянством в добром теле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную толкование. Сказав, что Господь воздаст каждому. Начал с награды добрых. Делая таким образом речь свою приятной. В словах постоянства в добром деле высказывает, во-первых, то, что от добра не должны отступать, не совершать оное нерадиво, но пребывать в нем до конца, а во-вторых, то, что не должно полагаться на одну веру, потому что нужно и доброе дело. Словом, бессмертие отверзает дверь воскресения. Потом, так как все восстанем, но не все для одного и того же, но одни для славы, а другие для наказания, то упомянул о славе и чести. Итак, речь имеет смысл такой, тем, говорит, которые ищут больше славы, чести и бессмертия, и никогда не выпускают их из мыслей своих, Бог воздаст воскресение, жизнь вечную. Таким же образом снизкивается будущее, а, вопрос, таким же образом снизкивается будущее, слава, чести, не тления. ответ, в постоянство в добром деле. Ибо постоянный, в добром деле и твердо стоящий против всякого искушения действительно снизкивает и славу, и честь, и бессмертия или наслаждения нетленными благами в нетленном теле. Ну, что здесь добавить? Действительно так, вера без дел мертва. Мы добрыми делами, в постоянство в добрых делах доказываем свою веру, подтверждаем ее. А иначе как? А иначе мертвая вера наша без добрых дел. Мертвая. А что значит мертвая? А то и значит живого от мертвого можно же отмечить. Так и рожденного свыше, пребывающего постоянно в добром делах от злодея не отмечен, что ли? Или даже не от злодея, а просто не делающего добрые дела. И злые не делает, и добрые не делает. Получит он воздаемое, ну, согласно толкованию, Лукавый рак, закопавший таланты в землю. Что с ним? Господь говорит, возьмите его, выбросьте в одну внешнюю. Ибо Господь требует плода. А что такое? А то, что в занятии выяснили, плоды. плоды новые души? А как новые души обратятся? А вот видя ваши добрые дела, прославят Отца вашего небесного. А добрых дел нет, плодовше нет. Видя ваши добрые дела, так, что, на показ их делать? Да нет, люди сами увидят. А если ты не будешь их делать, так никто ничего не увидит, и Отца небесного нашего не прославит Никто. Вот и Господь и разделяет, то есть в череде сказал об язычниках, которых Он предал вот этим вот мерзостям и низостям за то, что не хотели познать Бога в разуме. А теперь речь приятную делает, говорит о тех, которые познали Бога, стали творить добрые дела, постоянно творить. Им будет и слава, и честь, жизнь вечная и бессмерти. А тем смерть, ибо когда язычник прелюбодей прелюбодей осуждает на смерть. Ну, допустим, за прелюбодеяния вряд ли у Римлян камнями побивали, но за воровство или за убийство может быть и смертная казнь была. И он делая тоже, может быть, сам кого-то убивая, других осуждал, и апостол Павел на это и делает акцент. Что ты судишь другого, сам делая тоже. Вот. Ну, а потом уже о людях, которые покаялись, или которые, ну, так вот, тот юноша, я с детства сохранил все заповеди, что мне дальше делать. Ну, Христос говорит, хочешь быть совершенным, раздай, продай имение и раздай нищим. Вот как раз вот о постоянстве добрых делах. Ну, не о постоянстве, а один раз доброе дело делать. Не сказал он постоянно продавай, раздавай, а один раз рождай, и что, юноша тот, опечалился, ибо у него было большое имение. То есть вроде заповеди все соблюдал, а вот быть совершенным Христос призвал его, вот что-то вот здесь впоткнулся юноша. Хотя написано Господь полюбил его, он говорит, все это я сохранил от юности моей. То есть он зла никакого не делал, все заповеди соблюдал, и родителей почитал, и не воровал, не прелюбодействовал. Ну, однако, апостол здесь нас призывает в стоянский образ дела. И молитву спросите Господи, какие у меня таланты, дай мне их развить, пошли мне их советы, как бы умножить мои таланты по сути для Бога, чем. У каждого они бесспорно есть эти таланты. Просить не дано будет вам. Игнар Тихонович, что-то добавить? Добавить что? Неблагополучная обстановка сложилась в римской церкви. Так. Слово Божие говорит начальствующим, церковнослужителям, священникам, не господствую над наследием Божьим, апостол Петр пишет. А у них именно в эту область все и пошло. Стали спорить о вере. Евреи сразу говорят, мы избранные, и поэтому вы сидите на задних скамейках. А эти в ответ, какие избранные, Христа распяли, сидите на задних скамейках. И вот апостол Павел этот вопрос разрешает в 11 главе просто и понятно. И далее осаживает тех и других на свое место. Начинает говорить, вы те и другие мертвые. Если дел-то нет никаких. А какие дела-то? И дальше начинается разговор совершенно по другой сфере. Спорить о правильности веры сказать надо, спорить не надо. Коротко и понятно. Сегодня нападает на патриарха Кирилла, вот он встречался. Это настолько пустое, настолько ненужное, настолько вредное для церкви. Все уже католичено и ухватились за патриарха. Ну то есть уже не понимают даже в чем дело-то. А что нужно? Мертвая зона. Начинайте людей приучать молиться, трудиться для Бога, видеть нуждающихся. Просто понятно. Вот в прошлый раз я выставлял здесь, один говорит, как она пришла в магазин, у нее взять не на что, бедная бабушка и то другое. Я тот как бы разговор возобновляю это в нашем событии дня. А где она была бабушка раньше? Она работала в городе Санкт-Петербурге, работала там в космической области. Хорошо. Хорошо. А почему она вперед-то не хотела думать, приобретать друзей? Где вера-то? А вере там слова не говорится. Если человек верующий, он один никак не может быть. Это просто невозможно. Если ты бедный лежишь в больнице, тебе будут идти, идти. Даже врачи говорят, представь себе, 18 человек за день приходит. Вчера 18, сегодня как будто кто их мерил. А это одна. Никто не заходит. Родственники звонят, бабка жива или нет, не умерла еще. А они проклинают и отходят. Вот это состояние римской церкви. Надо уловить сам корень. Почему земли не обрабатывать, если община есть? Это не один участок, 21 тысяча погубленных сел. Конкретно. Ну соберитесь вместе, человек 20 хотя бы наберите, 10. Ну пойдите, государство вам навстречу пойдет, что-то даст даже может быть. И начинайте строить, обрабатывать земли. По серую бабку жует. В деревне у ней участок рядом свои помидоры, свои арбузы. Возьми у нас серофима Гаврилова. Под 90 лет с огорода не вылазит. Она лучше лагерного живет. И всем старается подать. Милостыня. Моя мама 86 лет. 12 детей было. И она на Баку в огороде работает. А в городе негде работать. И к этому до конца когда дойдешь и видишь что мы ничего не решаем. Придумали проблемы. Никакой проблемы нет. Есть неведение слепота. В деревне кусок никто не просит. У каждого свое есть. Курочка яичко снесла. Ложишь спать, а коробка жует сено. У тебя и молочко. В городе ничего нет. Ты лег спать, пустое место. Встал и все. Позайдешь на одних компьютерах сидят. Мы вот с Сергеем вчера ходили, длина коридора, завод отдали, завод отдали, переоборудовали его под торговый центр. Примерно 300 метров. 300 метров. И таких по всей стране у этого человека завод такой и все. Но он дело делает, продает. Но обслуга тысячи человек сидит. Землю оформляет. Я посчитал в одном коридоре только 300 кабинетов. И никто какая-то вера-то? еще слепой или чего? Ну хоть что-то посади. Ничего нету. И кто будет тебе помогать? Ты никому не помогал, и тебе никто не помогает. Вот куда решать надо. Не в вопросах правильности веры. Правильность уже показана. И Павел прямо подводит точку. Начинайте работать. Отошел. Спасибо Христос. Восьмой девятый стихи. Павел Кремену вторая глава. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. против истин 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 об усилии и неразумном упорстве. Здесь показывает, что они сделали злыми не по неведению, но по упорству. Почему? И недостойны помилования. И покорность неправде, и непокорность правде также есть грех произвола. Ибо не сказал, которые принуждены и терпят насилие, но которые покоряются, обрати внимание, что о Господнем воздаянии в жизни вичи выразился иначе, нежели о прискорбном. Ярость и гнев и скорбь. Не сказал возрадуется Богом, но оставил речь неконченную, чтобы подразумевали будет. Ибо Богу свойственно животворить, а наказание есть следствие нашей беспечности. Словами всякой душе человека обуздывает гордость римлян. Хотя бы кто говорит был царем, не избежит наказания, если творит злое, то есть остается в зле и не раскаивается. Ибо не сказал сделающий, но делающий зло со счастливаем. А как иудей большее получил наставление, то он достоин большей казни, ибо сильные сильно будут истязаны, или истязаны, не знаю, где удовлетворили. Примудрой 6.6 и более сведущие тяжелее будут наказаны. Ну, я на прошлом занятии тоже местописание проводил. Наказаны будут и те, которые не знали, и те, которые знали, тем более будут наказаны. А которые не знали, будут наказаны за что? Не знали путей Божьих. За то, что не желали познать, то есть не желали познать. И неизвинительны, но просто занятием это проходили. Потому что Бога можно увидеть из рассматривания творения Его. Вот Игнать Тихонич местописания проводил. Если творения такие прекрасные, то как же не задуматься о том, кто это сотворил. а начать поклоняться таким же творениям куску дерева, то безумие полное. И по упорству люди сами в этом виноваты. Сами. Бог не виноват, что человек избрал такой путь. И вот святые отцы прекрасный пример приводят, уже выше читали, еще раз повторю. Пример с солнцем. Человек не хочет видеть солнце, закрыл глаза, упал в яму. Солнце виноват. Они же, конечно, не виноваты. Зачем же он глаза закрывал? Солнце ему освящало. Как и Христос освящает нам путь, Христос говорит, я есть путь и истинный жизнь. А мы не хотим познать его пути. Поэтому спотыкаемся и падаем в яму в тяжкие грехи и дальше глубже, глубже и глубже до самого до самого сарама человечества. Мужчины делают друг на друге сарам. так, идем дальше. Далее опять приятные речи. Десятый стих. Напротив слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и ервину. Восклицательный знак толкования. В следующем деле апостол намерен доказать, что ни обрезание не приносит пользы, ни не обрезание не причинит вреда, и затем показать необходимость веры, оправдывающей человека. Для этого он сначала не спровергает иудейство. Заметь же, мудрость говорит о бывшем до пришествия Христова, что мир был исполнен пороком, и что все подлежали казни. Во-первых, иудей, иудей, потом Эллин, признав же, несомненно, что язычник будет наказан за зло. Из этого положения выводит заключение, что он будет не награжден за добро. Если же и награды, и наказания суть последствия дел, то закон и обрезание уже излишни. И не только излишни, но и приготовляют иудею в большее наказание. Ибо если осуждается язычник, потому что не руководствовался природой, а потому и естественным законом, то гораздо более осуждается иудей, который при том же руководстве воспитан был еще в законе. К этому клонится речь апостола. Теперь узнай смысл слов. Под эллинами разумеет здесь не идолопоклонников, но людей богобоязненных и живших благочестиво не имея закона. Таковы мелхоседек, иов, неневитяне, наконец, кормили. Равным образом и под иудеями разумеет иудеев, живших до пришествия Христова. Ибо стараясь доказать, что обрезание не имеет никакой силы, обращает внимание на времена древние и показывает, что никакого не было различия между богобоязненным язычником и добродетельным иудеем. Если же иудей ничем не превосходил язычника до пришествия Христова, когда иудейство особенно было славно, тем более не превосходит он его теперь, когда закон отменен. Имея в виду сокрушить гордость иудеев, которые не принимали к себе происходивших от язычества, слава, говорится, и честь, и мир. Благо, земные всегда имеют врагов, собрежены с беспокойствами, подвержены завистью и козням, хотя бы извне никто не угрожал им, сам обладающий ими всегда беспокоится в помыслах, а слава и честь у бога наслаждаются миром и чужды беспокойства в помыслах, как не подлежащие козням. Поскольку же казалось невероятным, чтобы удостаивался честь и язычник, не слыхавший закона и пророков, то доказывает это тем, что бог не лицеприятен. Бог, говорит, не принимает во внимание лица, но испытует дела. «Если же по делам между иудеем и язычником нет никакого различия, то ничто не препятствует последнему удостоиться одинаковой чести с первым». «Итак, когда отменил закон, не величайся иудей перед тем, который из язычника, делающий добро, равен был тебе даже в то время, когда иудейство твое было в славе». «Вопросы? Час прошел. Пожалуйста, можно задавать вопросы. Ну, пока думайте. мне Владимир Молчалин «Люди, проснитесь» написал, я его почитать пока не буду. А мне вот он тут не вопрос, а как бы мою можно это и так вопрос разобрать. Он говорит «Сергей, не нужно ничего развивать, таланты нужны сатане. Мне однажды так сказали, когда начал вместо веры в Бога развивать таланты, искать саморазвитие. В итоге ушел в ересь, нагрешил и запутался. поясните, каких талантов говорил я и какие таланты имеете ввиду вы. Не о саморазвитии идет речь, не о талантах плясать, петь песни какие-то таланты как мне сказали внутренние таланты. Почему ты способен? Почему ты способен? Притча о талантах. У нас такой язык. Читал притчу о талантах Евангелии? Не, но таланты это же деньги. Раньше были таланты. Если человек не развивает таланты, то есть Бог требует добрые дела. И он добрые дела не делает, но нету прибытка его. Ну, пустой он. То есть Бог дал ему таланты. Какие таланты? Таланты на добрые дела. А добрых дел нету. Тут написано, что зле были изобретательны. Тоже таланты зло делать-то? Атомную компу изобрести? Таланты тоже нужен-то. Не о тех талантах я говорю. Таланты как послужить Богу. И каждый себе задай вопрос какой у меня талант чтобы послужить Богу? Вот о каких талантах я говорил. И о саморазвитии. Это ты сам неправильно понял или тебе неправильно объяснили об этих талантах. Таланты на добрые дела. Добрые дела делать нужны таланты. Чтобы крестить человека не нужно ни одного таланта. Достаточно быть рукоположенным человеком. Чтобы обратить человека от греха человек должен обладать тысячу талантов. И об этом нужно просить Бога и молить об этом его. О развитии этих талантов. Чтобы не кажется что все таки сегодня таланты вообще не нужны. По большому счету. Сегодня настолько все губительно и плохо. Это не такое плохое. Все плохо. Поэтому ничего делать не надо. Добрые дела делать не надо. Начни делать добрые дела и все будет хорошо. Таланты писать песни какие-то. Таланты писать стихи. У Кушкина тоже писал стихи. Про блудниц писал стихи и о вере. Есть же разница. Какие таланты? Изобретатель на зло и изобретатель на добро. Там и там талант. Отличай ухо от котлет отделить можно. Добро и зло. Что нужно делать в субботу? Добро или зло. И молчали. А он исцелил его в субботу. Таланты исцеления тоже талант. Врачества талант. Это же доброе дело исцелять или плохое. Отвечай. Больник. Нет, ну конечно доброе. Ну так а почему? Ну а другое дело, другие бабки лечат молитвами своими. Добро они делают или зло? Они думают себя друг делают. Добро, но если при этом они там через шесток, через восток, люди идут к бабке, а не к Богу. Может надо разбираться? Ну а к Богу? Сегодня тоже в церковь, если в церковь идти, сегодня в церковь, допустим, тоже к Богу. А куда я иду в церковь? Если допустим у батюшки у него там какая-нибудь дорогая иномарка. Вот я иду к нему. К кому я иду? У него начальник, владелец автомобиля, потому что он его спонсирует. Владелец этого индустрии, который вредит земле, вредит окружающему миру. Я к кому иду к батюшке? Я к Богу не приду, если я к такому батюшке пойду. А к батюшке надо идти именно к тому, который на машины и все эти заводы, на этот мир пофиг, как в Библии написано. Надо весь мир этот вообще отвергать. Весь этот мир, который полон всем злом. Иначе мы опять сатане служим. А если ты на автомобиле едешь на благовестие, то при чем тут ну отличая. Мы на Газели проехали от Владивостока до Европы в каждую библиотеку подарили комплект книг, которые ведут к спасению человека, к обращению душе от зла. Но это вопрос времени. Времени. Как сократить время для того, чтобы знание пришло к людям. злое. Пешком мы бы не обошли за такое время. Поэтому понадобился автомобиль, и ты говоришь автомобиль зло. А на злое тоже можно голову отрубить, а можно дров нарубить, согреть человека. А ну сегодня, скорее всего, нужны мученики. Сегодня нужны мученики во имя того, чтобы погибло все зло, которое сегодня есть. Сегодня даже что пишешь, что говоришь людям, слова, что-то пытаешься достучаться. Это как бы для самоудовольствия. Больше для того, чтобы себя потешить знаниями внутри. Ты сидишь и ну да, я развиваюсь, я слушаю, слова мудрые, здоровые, но ничего не происходит. Происходит внутреннее опять же развитие, перемены. Но внешне как бы ну... Вот мы говорим, что сколько можно внутри развиваться, начни делать добро. Добрые дела начни делать. Ну я вот и стараюсь как бы в своем положении сейчас делать. Да, стараюсь, если плохо получается, я вот советую обращаться к Богу. Бог говорит, покажи мне какие добрые дела я могу делать. Научи, пошли мне людей, которые подсказали. Мы задавали такие вопросы, на чем твоя вера держится, из какого материала. Там кто-то вот написано испытывать будет Бог, кто-то из соломы, кто-то из камней домки. С чего? Готов ли дать сегодня человек ответ или нет? Вера без дел мертвальная. Одни слова. Если дел нет, то как человеку верить, если он только... Депутаты говорят, ничего не делают. Недавно смотрел Порошенко, столько он обещал, как красиво он все. А на деле ничего нет, пшиками. Всех обманывают. Кто же ему поверит? И нам тоже, кто поверит, если он говорит, мы веришь, а добр делать не будет? Ну, вот, видишь, мне кажется, все все мне кажется, вот, оно и доброе, и доброе, все равно, к лучничеству все придем, в итоге, потому что этого Бог требует сегодня. Я как бы думаю, так, что вот, так оно все. Ну, не просто так, в общем, все очень непросто. Так, еще вопросы, пожалуйста. Евгений, да. У меня вопрос к Игнатию Тихоновичу. Вопрос мнения Игнатия Тихоновича, что он думает об юрисдикции Агафангела Пашковского. Законная иерархия. Но у них один пункт есть, который непереходимый. Это надо лично знать. Вот я вчера, только позавчера узнал, один священник был принят у Пашковского здесь. Это не у Агафангела, а у пасечника Тихона Омского. И первое у них, первый пункт, который неприемлемый, что ты должен признать, что Московская патриархия безблагодатная. То есть ничего там нет уже и божественного. С этим нельзя никак согласиться. Я не знаю сейчас, как у Агафангела в данный момент. Если у него это есть, то это очень опасное положение. Он был, который говорил, не надо торопиться, признание канонического акта, когда они собирались там на Яке, где там Сакраменто, ну, дальше-то пошли по-другому совсем. новая юрисдикция, он митрополитом теперь поставлен, как бы провозгласил, сказать себя, у него много приходов из-за границы, а все строится на том, на отрицание, не на утверждение. Я сколько он знаю, с ними такими встречался, лично его не знаю, то Библия не является ни первым, ни вторым, а далеко намного дальше. А дальше что угодно можно говорить и видеть. Вот они, допустим, отошли, которые от зарубежной церкви-то, 13 юрисдикций образовалось. Все основаны на неприятии московской патриархии. Ну, правильно, сергианство, экуменизм, непереходимые ступени. Ну, вы сказали, сказали, ну, дальше начинайте трудиться. Никак не могу понять, как же вы думаете? Думаете, я организую новое, назову новое самовыражение. А вы зарядите, вот, я слышу слово это самовыражение, самосовершенствование. Веснин, Веснин, от слова весна. Он провозгласил, образовал отдельное общество. Вот сейчас недавно его только арестовали. Что у него? Раскрепоститься. От живых мужей, жены идут, то другое раздевается, и дальше один сплошной блуд. Даже малые дети, блуд, ничего нету. Сейчас я не знаю, сколько ему лет дали. Ну, и вот оно самовыражение. Какой ты вопрос не подними, он уже отвечен святыми отцами в церкви. Вот дальше сказали, а вот человек творил добрые дела, там, а сам, может быть, еретик был. Это есть житие святого Косьмы, ну, Кузьма по-нашему. И когда его похоронили, а рядом похоронили другого епископа, который умер православным, и он из могилы стал кричать, из могилы голос пошел, уберите этого злодея, он провонял, он еретик был, тайный еретик, поддерживал еретиков, но пришлось перезахоронить, из-под земли подал голос, он при жизни обречал, после смерти, ну, можешь и не верить, потому что это жития, не святая Библия. И вот это не один случай такой. Мы конкретно говорим, какой выход был у него, у Пашковского, не отделяться. Отделяться зачем? Русская православная зарубежная церковь была и осталась. Почему он не вместе с Эларионом, тем более зарубежная церковь, вот Антони, тоже митрополитом стал Орлов, Никита Феоктистович. Они друг друга пытаются говорить, а они слышат, и ни под каким видом. Никак объединенную Арабскую Республику сделать не могут. Вот, теперь смотри, почему? Я не зову Московскую Патриархию, я просто говорю, между собой-то, почему никакого мира нет? Епископ Диамид Дзюба отошел, рукополагает единолично брата родного, а потом с братом родным епископом разошлись об дребезги. Сережа, вот Козлюк Сергей, посмотри, что у него, вот кто бы ни говорил, на нем вспыхивает, и он сильно мешает это, или ему отключить микрофон надо? Я ему писал, отключал, отключал его, никакого. Сергей Козлюк, ты нас слышишь? Я слышу. Микрофончик, выключите свой, что он не слышит. Он все время мешается, звук от него идет. Ты говоришь, вот сейчас говорил другой, Мощалин, и вот все на него, вспыхивает у него, вообще-то какая-то соединение неправильное. Так вот, про Пашковского, я отвечаю про Пашковского, вот этот вопрос, если бы он был рядом, можно было поговорить, а заочно что сказать? Это православный епископ, законно рукоположенный, это Церковь Христова, но вот этот первый пункт никак не проходит. Признание Московской Патриархии безблагодатное, на это никогда не надо идти, не надо, не надо по одному-двум решать. В церкви есть много, и монахов есть, которые знают дело Божие, есть, которые несут Слово Божие, а они прямо настроены на это. Это я никогда, никогда мы принять не можем, это. Я считаю, наше положение, мы относимся к Русской Православной Зарубежной Церкви, приняли акт в каноническом общении, их московский патриархат, митрополит к нам приезжает, батюшка приезжает, служит вместе, но мы не под их юрисдикцией, а к этому как раз и стремились, то есть мы точно выдержим, что было принято. А то, что вхождение, соединение, это все придумали потом КГБшники, патриаршие. Большая, конечно, тут попутно сказать заслуга Путина, то есть замечательный КГБ. Он сумел сразу 360 пунктов за границей открыть для своей организации. Это огромный успех органов ФСБ. Но тебе зачем в этом участвовать? Дружба с миром есть вражда против Бога. Вот что я могу сказать о Пашковском. Хороший человек, по всему видно, но первый пункт не годится, отошел. Ну да, получается, почему я про него спросил, потому что я вышел на одного священника на связь здесь в Израиле, он оказался епископом. В общем, он араб по национальности, выучил в общем русский язык, хорошо владеет русским языком. Вот учился в 80-е годы в РПЦЗ в США, потом вернулся обратно в Израиль. А потом его, когда Феофил пришел к власти, он, в общем, его лишил священнического сана. Что-то у них там случилось, что-то они не поделили. Он его лишил священнического сана, отстранил его полностью от священства. И тогда ему нужно было куда-то подаваться. И вот он примкнул к Пашковскому, он поехал туда, в Одессу, а тот его рукоположил в епископа. Он вернулся сюда в Израиль и стал здесь епископом. Но я его еще не видел самого вот этого араба-епископа. Он на севере живет, на Зарете у него там есть приход, потом рядом город, а там еще есть приход. А на юге у него тут есть люди свои, но я когда ездил, был два раза, приезжали с Россией священники помогали. Вот, но я с ними так пообщался, я понял, что они отвергают в общем московскую патриархию полную. Ну, давай, коротко рассудим. Церковь, дом Божий называется и корабль. В доме что-то Господь сказал, я образую церковь, создам церковь, врата не одареют ее. Он повторяет часто эту фразу. И что теперь? Новый дом строить? Мы все православные. Нет, вот, у меня знакомый священник, он здесь был запрещен в служении, незаконно, притом, патриарши, незаконно. И он перешел к этому пасечнику. А позавчера меня спрашивает он, ну, понимаешь, говорит, все нравится у них, но вот этот пункт, признать, что московская патриархия безблагодатная. Я говорю, если она безблагодатная, а ты в ней рукоположен, то ты не священник, это первое. Кого ты крестил, а ты не крещеный. Вы понимаете, что за этим-то стоит-то? А они не знают, как. Я знаю только одно, что надо трудиться и смиряться. Он не такой, ну, сказал ему, а теперь работает, трудись. Можно и не поминать, если он не злодействует. Ну, а явно будет прямо садомит какой-то, как Андрей Куреев показывает. Ну, тогда надо уже заниматься, в Синод писать и к нему не подходить. Он поганый, он оскверненный. Но это надо сто процентов знать. Много клеветы бывает. Иди докажи, так или не так. Вот Глеба Грозовского арестовали, сидит там у вас в Израиле, сколько он уже. Он доказывает, что дедушка у него еврея, ни на что не посмотрели, посадили. Обвиняют, что он там, он там, у него лагерь детский был, где-то на Кипре, там что-то. Ну, ладно, был детский лагерь. Теперь доказывает, на что показывает девочка, спустя несколько месяцев, что там было. Его в это время там даже не было. Я это узнал потом. А что сделал? В общем не объявил отец Греб Грозовский, которому обо мне вопрос задавали, он отвечал не так, как надо бы. Для меня никакой роли не играет. Сегодня он оболганный, поднимите все на молитву, протяните ему руку. И он там сидит. Да, он такой приятный наружность, и в него нетрудно влюбиться, он там футбольными этими полями владел, детей, как бы к этому приучал. Но в данный момент он сидит в Израиле, уже второй год. И выход только один работать и трудиться, работать, не отделяться. А вот сказали бы мне, вы могли бы работать с Пашковским сейчас, но нет его рядом. Он меня бы огрел сразу. Скажут, ты Московскую патриархию заблагодатную считаешь, там все сотрудники КГБ. Но я мог бы ответить, не все. Определенно не все. И поэтому, если он даже сотрудник КГБ, я узнал бы, я бы все равно с ним работал, если бы он был рядом. Встречались, рассказал ему, и что плоды видны были, очень даже видны. Когда священники выходят перед народом, приносят покаяние, это надо видеть, игумен вышел. Я даже не достоин христианином называться, а только на дому у нас собирались и молились. Притом выходили не по одному священники. Великая сила Духа Божия. Поэтому, о Пашковском могу сказать только хорошее. Только хорошее. Но один пункт, я не знаю, вот этот, так же у него, как у пасечника, или нет. Если так, то я бы постарался говорить. Конечно, меня бы обвинили в Сергеянстве, но я не Сергея Анис. Нет, никак нет. Но признать московскую патриархию безблагодатной, это будет, во-первых, несоответствовать действительности. И далее, недоказуемо. По делам мы видим, новые люди приходят, рождаются, обращаются, и нельзя это делать. Никак. Я не поддерживаю московскую патриархию во многом. Особенно, то, что Слово Божие не на первом месте. Они меня гонят, они меня дают, и никакой роли не играют. Мне это обещано. Горе, когда все о вас будут говорить хорошо. Я каждый день молюсь за него, но я молюсь и за Папу Римского. Я молюсь за него. Это тоже церковь. А там мне уже не простят, да это Никодимовщина, да это патриарх Кирилл, Алфеев. И что? Я же не сказал, что он прав. Но он церковь, у них есть рукоположение. У меня своя позиция. Позиция, которая была с первого века. Разделение произошло. Что делать? Молиться, сострадать, помогать друг другу. И что, польза есть? Еще тебе буду говорить. Я скажу, ты скажешь, хвалишься. Вот только по интернету сколько новых людей у меня пришло за этот год. Духовным отцом называют. Знаю, что я мирянин. Ну, чтец, какое там звание, ефрейтор. Надо работать. Работать, молиться, смиряться. Другого нет. За патриарха Кирилла усилить молитву. А Пашковского, я имя его поминаю, Агафангела, каждый день в молитвах. Каждый день. Поминаю, что Бог благословил его, ничего не добавляя, потому что в данный момент о нем я ничего не знаю. Но он законный, епископ, законный митрополит. Божественный. Вот и все. Спасибо. Спасибо за ответ. Так, от Сергея Козлюка вопрос. Почему Христос ответил книжнику, что он недалеко Царство Божие, хотя книжник согласился со Христом о заповедях Господних? Марка 12, 32, 34. Значит, сейчас я процитирую. Так, мы, наверное, с главного стиха начнем, чтобы понятно было. Один из книжников, слыша их премьер, и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобная лень, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше из всех заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме его, и любить его всем сердцем, и всем ему, и всею душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть большее всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Вот и Сергей задает вопрос, если Христос похвалил его, то почему же он сказал, что недалеко? По логике он бы сказал, «Царствие Божие внутрь тебя уже есть». А слово «недалеко» может быть, Сергей Козлюк не так понимает. А он понимает правильно, я говорю, Сергей-то. Вот возьмите, когда потоп начался, одни люди находились на другом континенте, там, на Африканском, где-то, люди тоже расселились, 1656 лет прошло до потопа. Ну, а другой рядом был за стенкой, прям стучал, но недалеко прям был, одинаково на дно пошли. Недалеко это означает не вошел. Это не похвала. Это очень серьезное предупреждение. Да или нет, серенькой мглы не приемли. Свет и тьма. Бог разделил и было утро, был вечер. Свет и тьма, серенький рассвет это... Видишь, это кто-то слышится. Так что недалеко, значит, ты понял правильно, но исполняешь ли ты их? А когда другой хотел быть совершенным, ему прямо было сказано, что ты привязан к чему? К мамоне Вильзевуловичу? Ну, отверни, продай да раздай. Он сам, говорится, напоролся на это, на этот ответ-то. Господь эту заповедь не давал все раздать. Нет. Десятину давать нищих, это вторая десятина. На три десятина определенно находим книга Тавита, 1 глава, 8 стих. Он три десятины давал, одно место в Библии говорится. Ну, а здесь-то явно дело, что он хотел быть совершенным. А что быть совершенным, это путь один только, сердце освободить, к чему привязано, корень всех, зол, сребролюбие. Вот сейчас бы мне пришел, но явно так вот Господь зашел бы, одетый так, как рисует его волосы такие же, ну, как на иконах рисует. Ну, и сказал бы, вот я же сам, я к себе примеряю. Ты оставил бы все, я бы, нет, не оставил. Почему? Это мне талант дан такой, я работаю, а куда я пойду? До ворот дойду, споткнулся, упал. Я иду, ноги заплетаются. Ну, реально, просто надо к себе это применить-то. А было, когда вам 23 года я обратился, пошел бы? Пошел. Тогда пошел. Есть такой рассказ, один вот услышал это, совершенным, решил быть совершенным. И он встал со своими, давай, прощайся с родителями, ну, они плащут, ну, что плащут, оставь мертвецам хоронить мертвецов. Подошел река, он сел на берегу, слышит, высоко-высоко, где-то под облаками лебеди летят. Он посмотрел на них, красота-то какая. И в это время подходит старичок и говорит, далеко ли ты собрался, да вот так-то, хорошее дело. Но нехорошо, что родители-то живые, да надо докормить, да поить было бы. И то другое. Он подумал, и в самом деле, кто о ближних не заботится, тот отрекся от веры, хуже неверно. Дедушка-то подошел, знает писание, цитирует его, писание-то. А что за этим пришло? Пришло, а родители старые говорят, ты, сынок, что один-то, женись, он соседская нюрка, ты смотри, как у него молоко будет, дети будут здоровы. Это она не тощая какая-то. Ее просто так не возьмешь. И внучат порадует нас, внучатами. Ну, посмотрел, и в самом деле, девица прекрасная. И помощь нужна, корову дает некому. Женился, а все время внутри теплится, надо пойти, надо пойти. А куда пойти-то не знает, не на благовестие, а в монастырь нырнуть. Так понимали-то. Ну и, наконец, пошел. А дети-то маленькие. И опять так же, видит, летят гуси. Не высоко, но гогощут. Посмотрел, тоже неплохо. Опять подошел старичок, и далеко ли-то, он все рассказал. А детей-то вырастил, дочерей замуж выдал, да нет. Вот это и оно. А родители-то похоронил, все. Ну, а без совета родительского, куда они пойдут-то все? Тут не ладно будет, Бог это не примет. Кто о домашних не пищется, тот отрекся от веры, хуже неверного. Правильно отвечает. Он развернулся назад. И, наконец, всех переженил. Ну и решил, все-таки пойду, третья попытка. Пришел, никого нигде нет. Летит, каркает ворон. Ворон, прям чуть головы не задел у него, до середины реки долетел, плюхнулся и потонул. Он говорит, а что это за чудо? И опять старичок подошел. Далеко ли собрался, старше? Да вот туда-то. И он тогда ему и рассказал, вот первый раз, когда ты шел, вот эта лебединая песня твоя была, как у Краснова Левитина описывает, лебединая песня, так и названа. Второе ты пошел, вот это вот, неполнота. Кто любит отца и мать, жену, детей, не достоин меня. А третий раз уже ничего у тебя нет. Вот ты каркнул только, и все. И ни поклоны не сделать, и вот из этого сделай притчу. Притча такая. В каком возрасте призван? В таком я начинаю, но уже требования другие будут. Вот у меня иногда заходят друзья, товарищи, и говорят, ну неужели вы это помните? 1173 жития, там 719 правил. Ну и я бы хотел знать. А что ты будешь знать? Я один вопрос задам. Скажу, ты до крещения не жену, а женщин знал? Да как, все так живут. Ну, значит, то есть знал. Ну да, но еще спрашивают-то. Блуд проявил мозги. Тебе никогда не быть памятливым. Никогда. Ты легкомысленный, легкомысленный такой, будешь, мужичонка. Но закрепись хотя бы на этом. Теперь ты принял крещение, теперь трудись. Ну и у тебя, глядишь, что-то маленько получится, но каким бы ты мог быть, не будет. Уже нету. Нету. У тебя отрезана та половинка, гипофизы эти все уже из тебя улетучились. И ты с этим должен согласиться. Но человек, который всю жизнь где-то работал там на наковальне, уши-то, перепонки-то уже лопнутые, он не может быть другим. Другой на электросварке, уже глаза ничего не смотрят, он пережег к роговису-то. Так и это, слишком ярко жил, слишком многое глотал. И поэтому ты тем не можешь быть. Но с этого возраста Господь принимает, начинай работать. И что-то может возвращаться. Не память, бумажки пиши, в карман клади, в таком-то сходить. И сразу раз посмотрю, да я делаю так, вот мне сказали, говорит, я забыл, что у меня в кармане-то бумажки-то. Я еще и про это забыл. Ну, что сказать? Вот такое дело, брат. Пошел, не оглядывайся, да вовремя пойди. Вспоминай жену Лотову. Еще, наверное, все. Наверное. Сережа, я кому говорю, то может, уже никого и нету тут? Нет, есть, а тут. Лена Киняйкина здесь, или Лена? Ой, молодец, молодец здесь. Ну, вот я еще рассказываю, если это подходит, можешь себе взять. И для Бога всей душою. У тебя ревность, есть желание, есть, приглашай в лагерь. Вот мы, я дальше сказал про деревню там это. Ну, как-то организуйтесь маленько-то, общины делайте, отдельно свои занятия по скайпу-то, не сидите. Это дело Сергея Пупкова он нашел. А теперь собирайтесь вместе, как мы в Потеряевке. У вас все свое будет. И зерно, и мельницу можете поставить. Какая старость-то будет? За куском хлеба в Китай пойдем, или что? Мы тоже боялись, а тоже не знали как. А давай лопатой копать землю. А теперь трактора есть. Теперь человек приезжает, ему есть что показать, и показать место, где может начать строиться. Ну, у нас, видишь, такие правила жесткие. Оказалось, что он там материться приехал. Мужик, деньги есть, много денег, не пьет, не курит, но матерюсь, говорит. Мы отказали. Это не должно быть. Вот. У нас нельзя там полуголый вид ходить, там загорает. Ну, а вы можете, ну, как-то еще там маленько не так сделать. Хотя я и не советовал бы, не так, значит, это послабление послужит в дальнейшем к развалу. У нас строго, девочки все должны быть в платочках. И мы отстояли это. Кто бы ни приехал, на территорию деревни курить запрещается, в брюках не ходить. Даже милиционер, прокурор, там приехала женщина, надей юбку, подали, она надела, милиция надевает. У вас, может, что-то не так будет, я не знаю, но это наши правила. Это все благочестие. Я вам сейчас приятную вещь расскажу. Иду домой сегодня, с моста спускаюсь, а идет женщина молодая с девочкой, девочке, наверное, лет семь. Ну, еще, шесть, наверное, в школу в этом году пойдет. Но я прохожу мимо, и она маме задает за спиной мой вопрос, а что это тетя, это, у нее на голове платочек. Мама поворачивается к ней и говорит, ну, я слышу, что она, и говорит, ты тоже хочешь, доча, платочек? Она говорит, да, ты мне завтра дай платочек на голову повяжи. Девочка маленькая. Вот у меня дети в поисках. Закончила, нет? Да, да, да. Вот смотрите, дети, дети, двое из Новосибирска были. Ну, поясок, обыкновенная веревочка, завязана. Приехала домой, мать сразу, а что это у тебя тут за веревка такая? Мама, да это в лагере. Глупости всякие, взяла ножи, расстригла и выбросила. Другая мать так взяла, он говорит, мама, это веревочка, сказали, что она то и то, и надо, мать говорит, ну, ты не снимай ее, развязала, ты держи за тот конец, а я этот постираю, потом тебе этот конец отдам, ты держи, я другое постираю, половинку-то. И опять завязала на нем результат другой. Мы-то что с ребенком, один месяц, а он у тебя вся жизнь. А теперь он приезжал, архитектор, знатный человек, двух девочек отдал. И девочки-то большие, уже лет по 13, наверное. Отец приехал, так они прям за колеса хватаются, ехать домой надо. Ну, он говорит, ну, что делать, я не знаю. Я говорю, смотри сам, потому что ты приехал-то раньше времени. Они остались, и правда, побыли, ну, видимо, дома их не поддержали в этом. Сейчас звонят, я говорю, ну, как дела-то? Да как, две жирные свиньи выросли. Если отец говорит, приехали за детьми, но мать согласилась, почти совсем, характеристики выдал. Но то, что дети растут эгоисты, не видят, она говорит, да нет, не такие. А отец стоит и говорит, нет, мать говорит, такие, как нам сказали, такие они и есть. Вот и все. Как поведешь, если он активный человек, вот один приехал, он говорит, у меня племянник есть, вы возьмете его, говорит, да он такой, вот везде к кришнаитам лезет, а лет уже 14. Он приехал, посмотрел в лагере, нет, мне это не надо. И с матерью домой. Я с ним отошел, поговорил маленько, говорит, хорошо, останусь. Мать до того удивилась, вот, ну, я его зазомбировал, и он остался. И теперь, где бы что ни делалось, он везде лезет. Вот дом строил, Андрей, а я могу, можешь, он пошел строить. Вот матушка мед качает, а могу я пойти там поучиться? Пожалуйста. Какую бы работу не увидел, он везде просится. И он получил у меня зарято самую лучшую характеристику. А вначале полный разлад, поэтому крест ни на ком нельзя ставить, тем более на патриархиной патриархии. Ты найди что-то доброе, за это зацепись, развей, чтобы лучи света от этого доброго в углы пошло, где тьма лежит. Вот у меня позиция такая. Отошел. Прощай, Христов. Сережа, давай, прощайся. Давайте. Молимся. 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 Он делает мне, что благороднее, чистое, не ураны вся, и по берегу, рады вся, твой хим воскресе три дня на гробах, и летуя возникновые, люди, вихритеся, свечися, свечися, новое, иду с вами, слава Бога Господня, на тебе воссия. Ликунный и веселийся сего нет, и же чистая красныйся Богородица, а во восстании Рождества Твоего. Дай, Тихоныч. Отец наш небесный, любящий Создатель, мы просим Твоей милости, преклоняем колени и души пред Тобою, благослови нас, и все слышанное доброе помоги сохранить в сердцах наших и воплотить в жизнь. А в чем мы погрешили, милостивый Создатель, прости и помилуй нас, и помоги нам им по детскому лагерю, пошли добрых детей, знающих Тебя, пошли добрых насельников, любящих уставы Твои, и расширь пределы общин. Благослови правителей, сохрани их от покушения на них, и патриарху, и епископам, и всем священникам, и пастве, даруй духовное рождение свыше, и водительство Духом Святым. Распусти нас с миром. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я всем хотел сказать, что я когда уеду, то с события дня, отвечаю, в Потеряевке они будут идти с задержкой в 10 дней, как у Джека Лондона. Пока на север доставят газету, а уже прошло месяц. Я не могу закачивать, буду отсылать, а в других местах закачивать, а я только замки буду снимать. Так что еще впереди у нас два занятия и до 10 октября. Сергей, объяви это. Да, 8 числа последний будет занятие. Да, одно, 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 все. Одно, да. 10 заезд в лагерь. Все, пока, с Богом, выключи нас. Тихо. Ого. Редактор субтитров. Ого. 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 Продолжение следует...